Рок-клуб ленинградский клуб Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Наше рок-путешествие по Питеру, связанное с 40-летием ленинградского рок-клуба, продолжается. И сейчас мы едем на лекцию под названием «Влияние музыки Битлз на русскую рок-музыку», которую будут читать в музее музыки сотрудники музея Битлз Коли Васина. И по пути, чтобы там не изголодаться, мы, проезжая по Инженерной улице, решили заехать в ресторан Арарак, ресторан армянской кухни. Ну, просто кофейку вытнуть. Поэтому я свой любимый латте с молочком, мой режиссер, капучино с корицей, ну и водички. Ну, как-то вот так вот. Через 40 минут начинается лекция. Пробую кофеек для начала. Антураж вроде бы неплохой. Знаете, очень так тематично, в армянском стиле сделано. И очень приличная мебель. Атмосфера приятная. Не холодно, не жарко, во-первых. А во-вторых, только так вот. Ну, как-то вот так. Горковат. Попробую баклажанную икру с армянским лавашом. А ну-ка. Хорошая. С дымком. Баклажанная икра хорошая. С помидорчиком черри. Ну и хочу попробовать баклажанчики, которые доказал мой режиссер знаменитый. Мы решили потихоньку кофейку и баклажанную. Я баклажанной икры, она жареная баклажана. Она, что лучше. И то, и то неплохо. Одно мне только смутило. Здесь пока. Горький кофе, но еще одно смутило. Но тут людей-то немного. Но мужик колотил вилками возле нас минут пять. Не давал мне говорить ничего. Приделось, как отложить еду и ждать, пока он переколотит. То есть мы сказали, мы через 10 минут уйдем. Все равно колотил. Потом говорю, пока лучше нет. Ну вот это специфика, чтобы вы были в курсе. Про этот ресторан. Всем приятного аппетита. Встречаемся в музее музыки через 20 минут. Ну что, кофейку мне глотнуть не удалось. Потому что он настолько был горький, что я просто глотул и оставил. Но баклажаны были ничего. То есть запоминайте. Инженерная улица. Чтобы вы знали, где кофе пить нельзя. Пойдемте. Кофе попить не удалось в ресторане армянской кухни. Но зато мы успели приехать на лекцию под названием «Судьбоносная роль Битлз в становлении русского рока», которая будет проходить здесь сейчас в музее музыки. И которую будут читать сотрудники музея Битлз Коли Васина. По-другому этот музей называется «Храм мира, любви и музыки» имени Джона Леннона. И расположен он на Пушкинской улице. Тоже одноименной улице имени Джона Леннона. Эта улица неофициальная. На самом деле этот храм находится в арт-центре, расположенном на Пушкинской, дом 10. Немного расскажу, кто такой Николай Иванович Васин. Это энтузиаст, который заразился музыкой Битлз тогда, когда они начали восхождение в 60-е годы. Он сам с 45-го года рождения. Ему как раз уже было лет 20. Поэтому началась битломания во всем мире. И, естественно, она дошла и до Советского Союза. И вот этот Коля Васин заразился этой битломанией. В 66-м году из своей квартиры сделал музей Битлз. Это произошло после выхода пластинки Битлз Револьвер. И он свою квартиру назвал Yellow Submarine, желтая сабмарина по названию одной из песен Битлз. Затем, со временем, он переехал и перевез свой музей в арт-центр. Ему предложили на Пушкинскую, дом 10. И там он уже и жил, и это был и музей под названием музей Битлз Коли Васина. Чем еще он интересен и чем известен? Он был первым и единственным обладателем пластинки с автографом Джона Леннона. Как он ее получил? Он в 70-м году направил телеграмму Джону Леннону с поздравительным с днем рождения. И Джон Леннон, получивший тысячи поздравительных телеграмм, каким-то образом выбрал эту телеграмму. И на нее ответил и отправил ему пластинку, какую-то, я не помню какую-то, пластинку со своим автографом и пожеланием. Поэтому его друзья в шутя говорили следующее. Шоколев единственный человек в Советском Союзе, кто переписывался с самим Джоном Ленноном. Мы в музее еще не побывали, но, судя по информации из интернета, там уже более 11 тысяч экспонатов. Сотрудники музея проводят лекции, выставки, организовывают концерты музыки Битлз, которые связаны либо с днем рождения Битлз, либо с днем рождения рок-н-ролла, либо с днем рождения Джона Леннона. Чем он еще известен? Николай Иванович Васин. Он бесплатно раздавал свои записи, и поэтому ему в ответ все посетители выдавали разные артефакты, связанные с Битлами. И поэтому там и насобирался, эта огромная коллекция, и продолжает до сих пор собираться. Кто из известных рокеров посещал этот музей? Это и Гребенщиков, и Цо, и Майк Науменко, и Андрей Макаревич, и Курехин, и Шевчук, и Чиж. Масса музыкантов посещало этот музей, и были с ним знакомы, и всегда он доставлял им массу удовольствия. И они ему, я уверен в этом тоже. И когда был организован Ленинградский рок-клуб, а наше рок-путешествие, напоминаю, связано с 40-летием Ленинградского рок-клуба. Так вот, членский билет номер один был выдан Коле Васину. Вот такой вот человек. Но, к сожалению, в 2018 году, в августе, он покончил с собой. В 73 года ему было. Сбросился с третьего этажа в торговом комплексе галерея. И в предсмертной записке он написал, что ему невозможно и вообще невозможно жить в стране, где никто не поддерживает дело храма Джона Леннона. Почему он так написал? Он много лет добивался того, чтобы в Петербурге открыли музей Джона Леннона, музей Битлз. И власти каким-то образом даже ему дали такое добро и место даже какое-то там уделили. Но сказали, а все остальное доставай сам. Финансирование, технические все вопросы решай сам. Ну, конечно же, Коля Васин такие вопросы решить не мог. Я думаю, это одна из причин. Ну, мы можем только догадываться. Мы не его друзья и не знакомы с ним, его внутренним миром до конца. Но я хочу послушать лекцию, как Битлы повлияли на русский рок. Пойдемте послушаем. А почему я хочу посетить эту выску? Ну, во-первых, я как начинающий рок-музыкант должен знать все, что происходит в мире рок-музыки. А во-вторых, если вы обратили внимание, то я тоже любитель группы всех временных народов. Да, Битлз, идемте. Ну что, организаторы выставки, подарения в рюкзак, именно мой, пошли за вот эту кепку. Да, Битлз. А тут написано, а у меня ты звук лав. Развучала эта песня. Когда дарились, жаль, что не были снять. Ну ничего, у нас все впереди, и все лекции не населывались. Ну что, как он? Как? Уважаемый битлз, вот так лучше, по-моему, да? Джи Битлз, да, у него это изминал. Севчонка. Сегодняшнюю лекцию о влиянии Битлз на русский рок нам будут читать сотрудники музея Битлз Коли Васина, Алексей Кочетов и Полина Козицкая, а также приглашенные гости известный фотограф Наташа Васильева-Хаул и архитектор Григорий Козел. Известные птицы после пожара поют наиболее громко и яркие, и сочиняют свои яркие песни. То же самое случилось после Второй мировой, где когда появилось второе поколение, которое было свободное от ужаса войны, они начали сочинить громкие и яркие песни. А это было не что иное, как рок-н-рог. И появилась вот такая религия под названием Рок. За 10 лет 60-х по 70-й год Евангелие очень быстро было написано одной единственной группой, под названием The Beatles. А проповедником этой религии у нас, конечно, стал Горя Васина. Алексей Кочетов изложил нам свое видение зарождения рок-н-ролла на Западе, а также написание самого настоящего Евангелия от рок-музыки четырьмя простыми парнями из Ливерпуля, собравшимися в одну великую группу под названием Beatles. Также он рассказал нам о влиянии музыки Великой Ливерпульской четверки на зарождение рок-музыки как в СССР, так и непосредственно в Ленинграде. Все это, конечно же, нам всем хорошо известно, но интересно было послушать это из уст сотрудника музея Beatles. И, конечно же, он рассказал о самом главном проводнике музыки Beatles в Ленинграде незабвенном Коле Васине, который всю свою жизнь посвятил пропаганде рок-музыки и музыки Beatles в частности. Я бы хотел сегодня показать несколько картинок того, что можно посмотреть, как раз придя от нам в музей. Это фотографии из альбома Коли, посвященные рок-тролльной России. Там замечательные два домика есть, такие сайкон и рок-клуб как раз. Тарки, пестрые, все как в нашем музее, все бистрит, искрит с битлами. Рокеры в дальнейшем стали устраивать праздники музыки Beatles. Полина Козицкая подробно рассказала нам об уникальном ленинградском, а теперь Санкт-Петербургском музее Beatles Коли Васина, о его экспозиции, о тех мероприятиях, которые там проходят, а также с большой любовью рассказала о самом создателе музея Коле Васине, о его жизни, его мечтах, о проводимых им концертах, лекциях, об его оценке музыки Beatles и ее влиянии на всю мировую музыку и на ленинградский рок в частности. Наташа Васильева-Халл известный фотограф и непосредственный участник событий, происходивших во времена зарождения и становления ленинградского рока. Она продемонстрировала нам множество оригинальных фотографий тех времен и прокомментировала запечатленные на них события и людей. Это Коля Васин, одна из моих последних встреч. Здесь русский рок, в принципе, родился под крылом Коли Васина. Храм любви мира и музыки имени Джона Эннона, главный архитектор храма Григорий Козил. Архитектор Григорий Козил, оказывается, был утвержден Колей Васиным главным архитектором будущего музея мира, любви и музыки имени Джона Эннона, который так мечтал возвести Коля. Григорий рассказал о самой концепции музея, задуманного Колей Васиным, в котором была бы и подводная часть, где плавала бы желтая подводная лодка, и большое отверстие под куполом, куда бы эта подводная лодка залетала после полетов над миром. А также рассказал нам об архитектурных решениях, которые им предлагались. В общем, для любителей музыки Битлз это была прекрасная лекция, насыщенная размышлениями, воспоминаниями и множеством иллюстраций. Участники рок-группы Волощука СД очень рады, что им удалось побывать на таком уникальном, единственном в своем роде мероприятии с выступлением непосредственных участников ленинградской рок-истории. Вот она! Здорово, Резил! А я вам хочу встречный вопрос всем задать. Честно, надеюсь, вы мне хоть что-нибудь расскажете, потому что я посетил русский музей, ваши фотографии высказал, посетил выставку Валентина Барановского и, конечно же, посетил вашу лекцию. Прекрасно, спасибо вам огромное. Реально интересно, честно скажу. И что мне понравилось? Мне нравится интеллигентная публика, которая любит Битлз. Но вот, понимаете, это музыка, которая любит интеллигенция. Я аплодирую всем присутствующим и вам. А вопрос задать хочу такой, потому что не там экскурсов его не было, не здесь. Хочу задать вопрос. Вот вы сказали, да, и мы все это знаем, что, конечно же, Битлз повлияли на развал Советского Союза, но подтачивание этой идеологии коммунистической однозначно, согласна. И все наши рокеры рассказывают, как их угнетали и гоняли. И это так и есть. У них забирали аппаратуру, концерты отменяли, запрещали концерты, и вызывали в КГБ, понятный куратор, заставляли стучать. Все это было. Но посадили-то очень мало людей. Вы хоть знаете, вы мне можете назвать хотя бы из на 5 человек. Я могу. Я могу. Ну, например, Сергей Данил, гитарист группы МИФа. Его повязали за то, что он ходил вот с такими длинными волосами, в ванных, джинсах и босиком. На немском его прямо там задали. И посадили на 3 года в колонию строгого режима. Статья «Навладение наркотиками». Как сказать? По Сашине. Хорошо. На самом деле там было 2,5 грамма травы, которую ему подкинули. Это я знаю точно, он был мой близкий друг. То есть я это знаю точно. Второй случай, например, Миша Малин. Он большой друг, они были друзья с Сашей Титовым. Миша Малин, я его знала, потому что я была менеджером группы «Внезапный сыч». Это панки. Это уже поздний совок. Это не 70-е, не 80-е. Это уже начало 90-х. Я была менеджером группы «Внезапный сыч», а он был продюсером. То есть он давал деньги, у него была видеокамера, он спонсировал запись. Он был не бедный человек. И он дружил с Брайном Инном. Брайный Инном – это западный музыкант. В те годы он был очень известен на Западе. И Миша Малин был хож в этот круг. Он прекрасно владел английским языком и все такое. В результате его порезали без всякого вообще опьянения. Его посадили и били до тех пор. За что? Не за что, просто так. Опьянили вообще черт знает в чем. Менты требовали 5 тысяч долларов. Менты узнали, что он знаком с Брайном Инном. И сказали, напиши ему или позвони ему, пусть он вышли в 5 тысяч баксов. Он сказал, я не буду. И не стал. Они били его так, что когда он вышел, он через месяц умер от разрыва печени. Это случай из моей личной жизни. Это я знаю не из газет, не из журналов. Это мои очень близкие друзья. Это люди, с которыми я дружила и работала. Это два случая. А случай, например, из старинной истории, это случай тоже с человеком, которого я очень хорошо знала, Юра Вильченко. Он был гитарист и вокалист. Он играл в «Машине времени», он был в группе «Мифы». И он был моим мужем. Так. Поэтому я знаю это точно. У него были вот такие длинные волосы. И он тоже шел по-мерскому в джинсах. Его вот так вот схватили вот так вот за руки. Тогда были такие дружинники, добровольная вот эта народная дружина. Но вот женщина кивает. Вы не можете этого помнить. Вы слишком молодая. Я вам просто вот так. Да, да, я скажу. Да, я сам был дружинником много лет. Вы что, нас всех заставляли ходить в дружине. И это хорошая, между прочим, традиция. И относились к этим. Там были и куши, там было воняло. И вся эта гадость там деплоская. Его избили. У него отрезали волосы. И ему вот так вот разрезали джинсы снизу до вер. И вот пришел домой с тениками, и тут волосы, вроде, в разрезанный джинсы. Но это вам вот уже три. Я могу еще пару раз в памяти вспомнить еще. Положительное то, что, ну реально, битлы столько создали музыкантов. Я вспоминаю свое детство. У меня только в классе было 4 барабанчика, все были в разных группах. Спасибо огромное. Поэтому битлы это наша рок-музыка. Помните, что Битлз forever. И всем сегодня на ночь послушать 5 песен битлз. Ну что, лекция закончилась. Мне понравилось. Влияние битлз на русскую рок-музыку. Хорошая лекция. Интересные люди. Сотрудники. Внештатные сотрудники. Музея Битлз Коли Васина имени Джона Леннона. Вот так. Такое вот название. Ну, посвящено все, конечно же, в тематике 40-летия рок-клуба. А Коля Васин был членом клуба номер один. Это вот интересно. Ну и, видите, мне подарили земляничку. Помните, земляничное поле. И наградили значком. All you need is love. За то, что у меня хорошая шляпка. За битлз. Так что, такая вот интересная лекция. Интересно здесь. Ребята собираются. Любители битлз и любители рок-музыки. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Валащук.